Доброе утро! У нас опять солнышко, в общем, опять хорошая погода, опять дети пошли уже в кепках, а не в шапках. Я сейчас попила чай, хлеб с маслом и иду вязать. Выключали свет, не знаю, Степа позвонил им вчера на единую линию и сказали, что вроде бы на три дня выключения, но не знаем, у нас, именно не у нас, поэтому я пораньше запустила посудомойку, поставила куриные бедрышки на лапшу, вот будет сегодня у нас лапша куриная. Григорию задали учить стишок, это, по-моему, первый раз, да? Это обычные слова? Нет. А, ты уже учился? Помню, когда-то уже учили, но никакой нет. Ну, я что-то не помню. Так что, ну, тут такой даже не стишок, а вот, one, 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 sleep will my sun, да. Так, ну, давай тогда это. Ты все попереводил? А, нет. Так, давай сначала, я же ему говорю, что нужно перевести, чтобы понимать вообще, что... Пластина. Сейчас проверю. Я приготовила лапшу, как всегда, у меня здесь просто картошка, лук без морковки и сама лапша. Вот. Что еще? На втором бульоне процеженная и уже вот даже убежала, представляете? Не знаю, как всегда. Стараешься побыстрее, потом еще и печку мыть. Сейчас закипит, я добавила еще водички. Добавлю петрушечки и все будет готово. Ура! Я вижу кинзу. Все пока пошли, Степа пошел отдохнуть. Родители пошли накосят. Еще они прям лопаткой под корень. И, в общем, тут запах обалденный от кинзы. Тем, кто любит кинзу, те поймут. А те, кто не любят, те, конечно, были бы в шоке. Так, все, мы сейчас будем обедать с родителями, а Степа повезет Григория в школу. Курочка, который варился супчик. Я тут стираю шторы с Антохиной комнатой, с Афонькиной. Рексик, ты тут на кого? На птичек гавкаешь? А? Ты на птичек, Рекс? Мы вяжем. Мамуля вон уже несет петрушечку. Погода вообще изменилась. Тучи. Солнышко спряталось. Жерделка вся уже подцветала. Видите, все так быстро облетело. Все, цветочков нет. Очень быстро. Будем ждать теперь уже плодов. Смородинка зато хорошо цветет. Вот так красиво. Тут птичек на ней. Пшшшш. Так, сейчас я даже щешусь, потому что сегодня спонсорная ей прически. Это ветер. Вообще разыгрался прям такой ветерок. И хочу перекусить. И буду начинать уборку в Антошкиной и в Афонькиной Испании. Так, ну что? Перекус, еда, ужин. Я даже не знаю, что это. Это немного лапши. Здесь у нас вообще куча-куча всего. Всяких вкусняшек. Огурцы, редиска. Что тут еще? Курица. В общем, объедание. И сейчас перекусу. Пойду за Гришкой. Идет мой ученик. Наше место встречи возле Дома культуры. Ничего не купишь? А че? На сегодняшний день, типа, пятница. Ну, завтра поедем за детьми и купим с тобой. Ну, типа, четвертый. Так, рассказывай, что у тебя там? Как сегодня? День. По английскому по этому тексту четверку получил. А чего ты? Да не знаю. Опять я, что ли, там была? Виновата была я? Нет. Нет? На этот раз нет. А учительница, наверное, просто, когда учительница присутствует, ты волнуешься и плохо расскажешь. Да. Вы идите, пожалуйста, ухом так присутствие. Брала всех деток, заехала в овощной, купила соевый соус. Хочу сегодня фунчозу приготовить. Бананы уже располовинили, потому что маргариту забирали. Я докупила еще два апельсина и грушу моему любимому мужу. Он обожает вот именно вот такого вот сорта груши. Машу, маму, 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 маму. И ты уже хочешь грушу? Да. Сейчас я разорву пакет. Мам, мы не будем делать колесо. А когда вначале? Такую грушу надо ее помыть, Афон. Нет. И руки помыть. А когда? Мам, вначале. Это мыть начало для спинка. Потом делаем колесо, на конкурсе. Тихо. Что ты хочешь? А что ты забрал у него? Помыть только. Он хотел помыть. Чтобы ты помыл, наверное, что? Да. Красиво. Батя-ка мыл. Тебе обувать? Тебе обувать? Тебе обувать? Нет, туда, наверное, тебе попадет земля. Кроссовки, где черные твои? Что ты на улице ходил? Вон они, вон они черные твои. Да. А вот, ты его застегни. Вот так, да. Давай. Антоха будет ужинать лапшу. Я приехала с садика. Так, я пошла сейчас выкину отходы. Сегодня у меня была математика. Ну и как математика? Да. Что считали? Это по линейке. Это 6 плюс, ой, 2 плюс 3. И сколько это? Я уже забыла. Ну а сам посчитай на пальцах. Так, 5? Нет, 2 плюс 3. Ну на пальцах попробуй. 5. Да. Дети тут лазят. Да, где Афоня? Привет, Дашенька. Ой, Саша там? Где, где? В обувь? Ну садись. Садись на велосипед, я тебе сейчас вытряхну. Земля, наверное же, да? Да. Рассказывай, как у тебя? На маму. Обтряхни ножки, сейчас я здесь все вытряхну. Все нормально? Да. Вытряхну. В садике все нормально? А так и делал. Как ты не делал? Ну так. Мама, убивай! На, пожалуйста, обувай. У меня есть лопата. А что давали кушать сегодня? Парника едет. Да нет, я не знаю, кто это даже. Машина уехала, теперь ты можешь взять, да? Да. Тебе помочь может? Помочь? Да. Так давай. А что ж ты не говоришь? А я снизу буду брать? Давай. Осторожно, там еще твой велосипед. Тут тебе столько работы, да, сына? Мама, это папина. Папина? Да, это папина. А это твоя техника, да? Да. Мама, это моё машину. Мам, это моё машину. Быструю машину? Да. Какого она цвета? Красная. Красная, правильно. Это колеса ванная. Колеса чёрные, да? Да, маму, это моё машину. Что, ставить уже можно? Нет. Нет ещё? Сына, мне кажется, да. Всё. Теперь можно? Да. Всё, ты покатаешься, да? Да. Мама, мама как она работает. Как она работает? Вот, заработала, да? Афоня, где надо кататься? А куда нельзя ездить? А куда нельзя ездить? Да? Точно? Я хочу приготовить фунчозу для того, чтобы начать с говядиной, будет с огурцом, с морковкой, с луком. В общем, что-то такое, по-моему, без лука. Не знаю. В общем, короче, для начала нужно взять пакетик с фунчозой. У нас вот такой небольшой. 150 грамм стоит 55 рублей. И залить его кипятком. Вот, в кастрюльку я уже для этого приготовила. Пока лапша запаривается здесь кипятком, я нарезала длинненькими такими полосочками говядину. Думала, что такой маленький кусочек, но тут прям её много оказалось. Вот. И её сейчас поперчу. Солить не буду, потому что вместо соли у меня будет соевый соус. И буду немножечко так вот обжаривать, а-ля тушить. То есть сейчас она выделит всё равно сок. И буду вот немного масла, сковородку всё равно смазала маслом, чтобы ничего не пригорело. Но всё буду дотушивать, в общем-то. Вот оно, видите, сок начинает выделяться. Вся водичка ушла. Я не знаю, а коньки, наверное, или нет. Не знаю. Так, эта вся водичка испарилась, выпарилась. Я сейчас буду морковку добавлять. Здесь все овощи, которые я хотела добавить. Огурчик свежий, морковка свежая, перчик болгарский, свежемороженый и говядина. Тоже была замороженная. Вот. Я только лишь поперчила и добавила немного, как это, малосянь. Вот. Эту китайскую приправку. И соли не добавляла, потому что сейчас буду вливать сюда соевый соус. Так, чтобы прям, ну, прилично его здесь было. Потому что ещё сюда же будем добавлять и лапшу. Я, в общем-то, люблю, когда побольше даже овощей, чем мяса. Вот, в принципе, как сейчас получилось. Морковка была просто огромная. Два огурца болгарского перчика, так, с пакета сколько высыпалось. Вот. А говядинки, ну, тоже так прилично. В общем, думаю, что мужу моему хватит. Дети такое не очень любят. Соевый соус. Вот отвратительный состав у этого соевого соуса. Там даже нет соевых бобов. Там, знаете, что просто концентрированный соевый соус написано. И там усилитель вкуса. В общем, много-много всего нехорошего. Но хорошего соевого соуса я так и не нашла. Вот. Вот нету у нас его. Сказали, что завтра привезут. Но, знаете, сегодня уже хочется. Уже фунчозы. Поэтому, в общем, налила не знаю сколько. Но, видите, достаточно много соевого соуса. Сейчас все это перемешаю. И добавлю еще самой фунчозы. Уже сюда буду добавлять. Вот у вас тут сколько. В общем, это все на глаз. Может быть, кто-то любит несоленое. А может быть, кто-то не любит соевый соус и просто посолит. И добавит воды, например. Прозрешил в компьютер? Привет. Что, мы в футбол будем играть, Ариш? Да. Давай. Ты где будешь? Покажи, Ариша, как надо играть. Вот так. Вот, надо крутить. Видишь, вот так. Смотри, вот эти палочки двигаются. И футболисты крутятся. Видишь? Будем играть? Давай. Вот так биться, да. Мячик ложи. Вот. Окей, ладно. Кто-то надо бить. Кто-то бить. Вот так, Адон. А потом. Опять ты бьешь? Так. Адон-то бил. Ариша надо бить, да? Ариша надо бить, да? С Антоном пока поиграй. Я пойду гляну, что там тетя Ира. Хорошо? Ты пока с Аришей, Арише, объясни. Ариша, если хочет порисовать, может порисовать. Вот так можно ручкой. Ариш, ты будешь рисовать? Тебе дать листик? Да. Шинячий патруль, ну сейчас видишь? А вот Шинячий патруль, да? Со мной хочешь? Ну, ложи, сейчас я тоже приду. Ты сегодня открыли перелет в Египет, да? И вот теперь дети собрались в Египет на море, на Красное. Ты на Красное море поедешь, Ариш? Да. На Красное, да? На Черное. Ты на Черное? Да. Молодец. А на Тот. Ничего, я ничего, да? Я ничего, вот все... Ну, сейчас мы поехали. На море? Да. На море. На море, да? Ариша-то на море. Тоже видел трактор, Апой, не стой на плитке туда. Ну, помню, по низу он катался, да? Туда стояли. Поцеловать? Не надо, все, сиди дома. Сейчас будешь ты... Рекс! Сейчас я включу фонарь. А что, я его выключила, да? Я его не включила? Да фонаря... А, Рекса не видно. Рекс! Ля-ля, выскочь! Ты что туда пошел? Иди сюда, иди. Иди сюда. Пошли, его же надо покормить. Ко мне. Иди. Иди. Ты красавчик. Ты красавчик. Все, гуляй. Ты за кого болеешь? За папу. За папу? Угу. Пошли. Болеть за папу. Или за Антона, да? Сколько? 4-0 я выиграл. 4-0 Антон ведет. А в прошлый раз Антошка выиграл, да? Да. Позавчера. Гол. 1-4. Да, позавчера. Ну все, не отвлекайся, сына. Папа, а у тебя... У меня вратарь пьяный. Ну, знаешь, не только у тебя, папа, такое бывает. Я один раз поняла, что вратарь упал. Антошка сегодня опять победил, да? Да. 9-4 было. Это второй раз? Причем подряд, да, папа? Я понял, как папу надо выигрывать. Да? Молодец. Ты доволен? Папа, я один раз поняла, а там он где рядом, и он мне еще раз поняла. Я первый гол забил. Мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова